Всем привет, с вами Люда Блаш-Суприм, добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня пятница, а это значит, я подготовила для вас абсолютно все новости, которые произошли в королевской семье за прошедшую неделю. Новостей было много, фотографий было много, выходов было много, в общем, будет интересно и много, так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чай-кофеек и погнали! Итак, начнем с портретов Меган и Гарри. Естественно, мисс Анхарриман, вообще вокруг фотограф, который вечно их фотографирует, вокруг Меган и Гарри собирается такая кучка людей, которые всегда выплывают, если надо что-то сказать. Выплывают? Это как, да? Например, омидсхоби, типа неофициальный сполксмен-персон, да? Дальше их стандартный фотограф, который всегда их фотографирует и чаще всего в ЧБ. Ну и вот, собственно, этот фотограф выпустил новые фотографии, которые он сделал перед тем, как они выходили на One Young World Summit. Меган в красном, Гарри как Гарри. Ну и фотографии неплохие, в принципе, потому что мисс, он действительно ничего такой фотограф в стиле пары, но, конечно же, вот эта вот фотография меня максимально позабавила. Меган серьезно, красивая, свежа, стройна, а Гарри как бы чё с лицом, товарищ? Ну, вообще, как бы, типа он хотел улыбнуться, но получилось что-то какое-то несуразное. Но на самом деле, чего я к нему прицепилась, он, в принципе, продолжает оставаться придатком к Меган, продолжает оставаться плюс один, и даже на этих фотографиях это не скроешь. Но единственный момент, на который я действительно хотела бы обратить внимание, черт с ним Гарри, как выглядит, так и выглядит, мы все про тебя уже знаем. Тот факт, что эти фотографии были опубликованы аккурат, когда Чарльз и Камила делали свой первый сольный выход как король и королева после траура. И аккурат, когда была опубликована фотография Fab Four, великолепной четверки. Великолепная четверка раньше была это Кейт, Уильям, Меган и Гарри, но когда Меган и Гарри отсоединились, то великолепной четверкой стали называть уже короля-королеву, принц и принцессу. Ну, теперь получается именно так. С этой фотографией поговорим отдельно, про эту фотографию у меня для вас есть маленький сюрприз. Сейчас я хочу поговорить про Netflix, Duke and Duchess of Netflix. Так называют теперь Сассакских, так называют Меган и Гарри. И вот человек, который раньше с ними работал, раньше был в их команде, говорит, что они настоящие реалити-звезды. Что, мол, никакой дороги назад в фирму, в The Firm, в королевскую семью нету, не будет и не предвидится, потому что сейчас они концентрируются на том, чтобы быть именно реалити-звездами. Еще один такой момент. Поговаривают, что с Меган и Гарри никто не хочет общаться из королевской семьи. И почему? Потому что любой разговор с ними может оказаться частью подкаста, про который тоже сегодня поговорим. Частью рассказов про королевскую семью. Частью того, что Меган откроет глаза миру на этих ужасных мордоров. Особенно тревожится королевская семья именно про подкасты, потому что уже четыре их вышло. И каждый раз Меган вклинивает что-то, какую-то такую историю про королевскую семью, так или иначе, которая показывает их с не лучшей стороны. И вот они все боятся, что, мол, мы с тобой поговорим, скажем что-то не то, как тебе покажется. А потом окажется, что ты вообще там оскорбилась и так далее, и так далее, и тому подобное. Что касается, станут ли Меган и Гарри именно реалити-звездами, неизвестно. Но я думаю, что Netflix приложит огромное количество усилий, чтобы сделать из того, что уже в принципе записано. Потому что, оказывается, 9 ноября должен был выйти первая серия их сериала. Но отодвинули немножко дату выхода. В общем, они сделают все возможное, чтобы те деньги, которые они вложили в Меган и Гарри, окупились. А они окупятся только, если они сделают из них суперзвезд. Как, например, Inventing Anna, изобретая Анну, или Аферисты с Тиндера. Так или иначе, со знаком плюс или со знаком минус, но эти люди стали звездами. На самом деле, если и было бы реалити с Меган и Гарри, мне бы было посмотреть, ну, очень интересно. Интересно посмотреть их быт, как они делают, что делают, как они сарчи курей выращивают, как еду готовят, как спортом занимаются. Но это я, конечно, губу раскатала. Станут они все на показ, как кардашьян, как мирятся, как ссорятся, а как спортом заниматься, так это лучше я вам расскажу. Вы, надеюсь, уже попробовали тренировки с моими друзьями в Фитстарст? В моем секретном чатике и в Телеграме девчонки делятся друг с другом и рассказывают, насколько у них тренировки действительно продуманные, качественные. Насколько после прям чувствуют, что мышцы болят. Вот я всеми и руками, и ногами поддерживаю. И силовые, и йога. Вы помните, я в отпуске занималась, сейчас йогу оставила один раз в неделю, и два раза в неделю делаю тренировки на попу и пресс. Питание у меня сейчас в норме, но без спорта совершенно никуда, и я вот давно не помню такого, чтобы настолько бы я втянулась в спорт. С Фитстарст у меня прям любовь произошла, потому что ты тренируешься дома, без инвентаря, понимая, что тренировки реально работают. И плюс, если надоела одна программа, можно выбрать другую. Важно находить хотя бы 7-10 минут в день, но если получается 30-40, так вообще прекрасно. У меня вот стабильно, 3 раза в неделю по 40 минут, я очень довольна. У меня на Фитстарст подписка безлимитна всегда, я вам ее реально советую. Доступ ко всем функциям сайта, ко всем тренировкам. И самое ценное у Фитстарст, что здесь все очень четко показано. Какая группа мышц работает, сколько калорий сжигается, что работает. Все очень понятно и ясно. У меня, конечно, есть промокод для вас, но действует он, как всегда, одну неделю, так что не задерживайтесь. По промокоду BLASHSUPRIME вы получите скидку 70% абсолютно на все тарифы. У меня, повторюсь, безлимитна всегда. Он с моим промокодом получается 4950 рублей. Так что вы тоже ее оформляйте. Ссылку, как всегда, вы найдете в описании. Ну, а мы едем дальше. Мы продолжаем с Нетфликсом, с Меган и Гарри. Вы помните, что Нетфликс стучался им аккуратненько в окошко Меган и Гарри. Мол, ребятушки, контентик где? Мы денежки заплатили. Вроде контент пошел, все нормально. И тут Меган и Гарри вернулись из Великобритании и вроде бы как поссорились с Нетфликсом. Почему? Потому что они хотят изъять некоторые части, которые уже сняты, которые уже, собственно, вот они вот здесь на подходе. Потому что эти части в свете того, что они побывали на похоронах и в свете смерти королевы будут смотреться не очень красиво. Но Нетфликс говорит, что, ну окей, мы с ноября перенесли премьеру на декабрь, но дальше мы переносить ничего не будем и вырезать мне ничего не будем. И здесь мне очень интересно, кто победит. Потому что Нетфликс это, конечно, огромная-огромная машина, которую еще там до фени, что будет думать король Чарльз Третий, до фени, как будет выглядеть Меган в глазах семьи, в глазах общественности и после смерти королевы. Им все равно, им наоборот это круто и здорово. Поэтому тут, кто кого переломит, посмотрим, будем наблюдать. Вообще, зима обещает быть очень жаркой. Я обещала, что осень будет жаркой, так и получилось. Потому что книга Гарри, мемуары, Нетфликс, ну я не знаю, что еще нужно. Все очень-очень-очень активно. Также я вам сказала, что сегодня будет много фотографий. Собственно, переходим к сюрпризу. Фотографию, которую выпустил дворец, это великолепная четверка. Это такая урезанная монархия по версии Чарльза. Вот таким образом теперь мы в основном будем видеть работающих членов королевской семьи. Еще также многие углядели в этом, скажем так, бай-бай Меган и Гарри. Я уговорила в прошлом видео, что в принципе Чарльз, вроде бы как интересно, чтобы Меган вернулась. Потому что она добавляет живости в монархию. Но по-хорошему вряд ли это когда-то произойдет в ближайшее время, скажем так. Тем самым дворец показал вот таким Чарльз видит корону, вот таким Чарльз видит The Firm. Вот, знакомьтесь. Места здесь для всяких Беатрис и Евгений, конечно же, нету. Да и места для Меган и Гарри тоже нету. Но в любом случае фотография получилась, конечно, красивая. Такой подарок вообще всем фанатам королевской семьи, всем тем, кто за ними наблюдает. Но у меня для вас маленький сюрприз от Михаила Дементьева. Это автор проекта «Кинетический интеллект» YouTube-канала. Обязательно подписывайтесь. Он очень детально разбирает язык тела, который частенько нам показывает то, что таблоиды не напишут, и то, что человек сам не скажет. Он разбирает знаменитости, и в последнее время тоже королевской семьей увлекся, и мы с ним на связи, и он для меня разобрал эту фотографию. На самом деле, очень интересно было мне послушать, что Михаил скажет, и прям про каждого что-то интересненькое. Я в голове у себя подтверждаю, что да, да, я с этим согласна, потому что я знаю характер этого человека, и да, действительно, наверное, так оно и есть. Про Кейт самое интересное. Начнем с Чарльза. Он единственный стоит максимально прямо к камере, что демонстрирует своеобразное лидерство, власть, а остальные в разной степени развернуты, но к нему. Это очень интересный момент, что здесь, в принципе, фотография про него, и нам говорят поза абсолютно всех, и самого же Чарльза в том числе. Но его ноги стоят достаточно слабо, потому что прижаты пятки, что визуально скругляет ноги, и в них могло бы быть больше силы, например, как у Уильяма. У него позиция ног идеальная, лидерская, сильная и очень мужская. По поводу рук Чарльза тоже Михаил отметил, что вот эта вот рука в карман, которая постоянно у Чарльза, я не знаю, почему он так делает, но он постоянно держит руку в кармане еще с того момента, когда он был молодой-молодой принц. Как утверждает эксперт по языку тела, это властная жесть скрытой сексуальной агрессии. Вот понимаете, как знаю. Я, конечно, с Чарльзом так или иначе знакома, да, по всей моей деятельности, но вот про сексуальную агрессию ничего не знаю, так что свечкой не держала. Камила подразвернута к нему, ни на что не претендует, ни на какое лидерство не претендует, признает лидерство Чарльза. Ну, Камила на самом деле всегда такая, что там, джин наливают в баре или еще нет? Ну, мне она этим, конечно, и нравится. Она не оттягивает на себя внимание и не пытается выпячивать себя вперед. Она, прему же, она королева-консорт Уильям, он поднаклонен к отцу, королю. В принципе, логично, но тем самым он жертвует вниманием к своей супруге Кейт, то есть показывает какую-то холодность. Ну, возможно. При этом у него закрыта паховая область, что показывает напряжение, тот факт, что он сосредоточен на внутренних переживаниях и, в принципе, это тоже логично. У него сейчас новый статус, внимание к нему больше приковано, он теперь принц Уэльский и он теперь несет свой титул более ответственно. Он следующий на престол, поэтому я думаю, что внутренних переживаний там целая буря и он, в принципе, держит себя в руках. Ну, про его позицию, о которой можно только проаплодировать, про позицию ног, я уже отметила. И от этой позиции ног ощущение мужской силы и власти набирается и уже ощущается гораздо больше, чем от отца. Я думаю, что просто отец максимально переживает. Уильям все-таки, ну, не король пока, да, то есть он еще может справляться. А когда тебе 73 и ты король, ну, чуть-чуть, знаете, дайте джина-то, наконец-то. Кейт, ну, здесь просто все прекрасно, кроме одного момента. Смотрите, стойка у нее элегантная, идеальная шея, голова ровно 90 градусов с линией плеч, плюс прямая линия от центра лица до высочка ноги. То есть она прям, прям идеальна, все прекрасно, все чудесно. Стоят ступни изящные и для размера обуви 38 ощущение, что они просто невесомые. У меня тоже 38 нога не всегда, знаете, дюймовочкой выглядит. Ну, это, в принципе, самый ходовой размер. Она больше всех развернута к центру композиции. И вот самый важный момент. Ее рука. Намеренно она развернула ее к камере с помолвочным кольцом Дианы. За счет этого читается внутреннее желание продемонстрировать собственную значимость. Вот это такая трактовка Михаила, эксперта по языку тела. И, в принципе, можно тут трактовать двояко, да. Я хочу показать кольцо Дианы, потому что Диана все равно в наших сердцах, Диана с нами. Либо это действительно желание показать, что я тут жена, я есть, вот мое помолочное кольцо, меня любят, я жена, вот я тут, посмотрите. У нас все булочки свежие. Двояко. Но после вот этих всех разных слухов про неверность Уильяма, так или иначе вылазит информация, что он к ней холоден, так или иначе... Ну, мы даже на этом канале частенько об этом говорим, как бы, ну, не хотя в это верить, но как-то иногда все равно проскальзывает какая-то внутренняя, ну, холодность от Уильяма, ну, елки-палки. Не на Джимс Бонде, да, но тем не менее. То можешь в это поверить. Так что вот такая вот история, верить в это или нет, ну, за вами решение, но мне кажется, что будем наблюдать. Будем наблюдать детальные, будем наблюдать какие-то выходы, я надеюсь, что видео будут появляться, Михаил будет нам комментировать. И посмотрим, посмотрим. Здесь, на Бабкином престоле, вы обо всем узнаете первое. Дальше, подкаст Меган Маркл. Опять же, наговорила-наговорила, ничего про королевскую семью, слава богу, не рассказала, ничего такого, но тем не менее. В общем, был перерыв на траур по королеве Елизавете, и вот, собственно, во вторник опять вышел подкаст. Говорили уже про азиатских женщин, про то, как в Голливуде плохо их сексуализируют, и вообще неправильно их показывают, и все ужасно, и так далее, и так далее. Проехалось по фильму Остин Пауэрс и Килл Билл, мол, там отвратительно азиатских женщин показали, и прочее, прочее. Ой, я не знаю, если честно, вот эта вот вся история с тем, что тех неправильно показывают, этих неправильно показывают, русские должны тоже обижаться, что мы всегда бандиты и плохо говорим по-английски. Вот, ну, в общем, ладно, согласилась она, что это все карикатура и прочее, прочее. Я согласна, карикатурные изображения и русских, и африканцев, и азиатских женщин, но это, блин, кино, это вот так, никуда это не деться. Кто-то показывает карикатурно, кто-то показывает не карикатурно. Остин Пауэрс, извините, там вообще одна сплошная карикатура. Ну да ладно, это вкусовщина на вкус и цвет, но очень интересная история приплыла к нам от Меган Маркл. В общем, она рассказала, как она ходила с Дорией в сауну, в какую-то азиатскую сауну, где были только голые женщины. Ну, прекраснейшая была бы история, если бы она случилась с Меган, а она случилась с девочкой Мисси из мультфильма. Абсолютно такая же история, как она сходила в корейский спа с мамой и увидела, что какая бы женщина ни была, она все равно красива. Аплодисменты, Меган, ты молодец, пиарщики говно. Далее, в очередной книге, которых выходит множество, я уже говорила, я не успеваю следить и даже не собираюсь, буду рассказывать самые интересные моменты из этих книг. Так, в общем, в одной из книг Валентин Лоу есть такая вот история про опять эти колготки, эти платья Шарлотты. Возвращаемся в 2018, когда непонятно, кто плакал, то ли Меган, то ли Кейт. Таблоиды сказали, что плакала Кейт, Меган Оприс сказала, что плакала на самом деле она. Так вот, Меган рвала и метала, когда дворец занял нейтральную позицию, когда вышли в таблоиды вот эти вот истории о том, что Меган обидела Кейт. Дворец сказал, мы ничего комментировать не будем, никаким образом объясняться мы тоже не будем. Это очень по-королевски, не жалуйся, не объясняйся вообще, не верь, не бойся, не проси. Вот, а Меган говорит, как так, почему вы меня не защищаете, вы должны выдать стейтмент, выдать большое заявление официальное на официальной бумаге королевской, да, говоря, что это неправда. На самом деле плакала Меган. Таким образом, дворец бы достаточно защитил Меган в ее глазах. Мне хочется сказать, деточка, ты как бы кто, безгоду неделю в королевской семье и требуешь, чтобы выходили официальные стейтменты. Ну, блин, официальные стейтменты выходят по серьезным моментам. Там, свадьба какая-нибудь, титул забрали или не забрали, а не то, что кто-то там плакал по колготкам Шарлотты. Ну, привет. Далее давайте к другим новостям. Немножко отдохнем от Меган, королевы Елизаветы. Вы помните, я вам рассказывала, что в сертификате о смерти написано, в свидетельстве о смерти написано причина старость, взрослой, old age, ну, взрослая она уже была. Королева-мать, ее мама, она прожила 101 год, и в ее свидетельстве о смерти было написано extreme old age, ну, очень взрослая. Ну, такой вот момент, как бы, ну, про смерть, грустно, да, но интересненький. Далее рубрика скучных, нескучных новостей про Уильяма каждый решает для себя. Когда я объявляю рубрику скучных новостей, у меня в комментариях куча. Нет, новости про Уильяма совершенно нескучные. В общем, Уильям и его озеро надежда толкнули речь. На саммите по природе, Wildlife Global Summit по дикой природе, он рассказывал о том, что, ну, короче, естественно, все одно и то же. Природа, важно, защищайте, я понимаю ценность природы и так далее, и так далее. Как понимал, это моя бабушка, по которой все мы очень сильно скучаем. Ну, вот такой вот реверанс в сторону бабушки. В принципе, больше ничего там особенного сказать по поводу этой речи нельзя. Выступил и выступил, все замечательно. Но нашего короля Чарльза не пускают заниматься экологией. Кто не пускает, глубоко уважаемая Ли Страсс. Она сказала, что не будешь ты, Чарльз, посещать COP27. Это саммит по экологии, по защите окружающей среды, по заботе о природе. Также они разговаривают по праву выброса углекислого газа. В общем, этот саммит должен был пройти климатически, короче, в Египте. И для Чарльза эта тема очень близка его сердцу. Даже королева Елизавета уже на заре своих дней говорила, что я очень надеюсь, что Чарльз продолжит вот эту вот тему. Когда всякие эксперты обсуждали, кем же будет король, вот он сейчас наш король, какой он выберет линию, сразу все говорили про защиту окружающей среды, про климатические изменения, что это будет его основополагающая история. Это вот то, на чем он будет базировать вообще всю свою деятельность. Но нынешний премьер-министр Великобритании так не думает. У нее есть свои соображения, я не буду сейчас вдаваться в подробности. Там своя тоже история про энергетику и прочее-прочее, которые не вяжутся вообще с экологией. Поэтому она посоветовала ему не посещать этот саммит. Ну, посоветовала, значит, сорян, Чарльз, никуда ты не едешь, сдавай билеты Egyptian Air. Но поскольку королю важен этот вопрос, он будет искать пути обхода, то есть, может быть, по зуму как-то будет, или там какое-то письмо пошлет, или, может, вместо себя кого-то пошлет. Короче, грустит Чарльз и думает, что ему с премьер-министром-то делать, и как вообще договариваться. Далее горчичная Кейт Миддлтон посетила больницу, королевскую больницу в графстве Суррей, пообщалась с детьми, поулыбалась, в принципе, работает, исполняет королевские обязанности. Выглядит классно, идет ей вот этот горчичный цвет, вообще в своем стиле такая осенняя Кейт Миддлтон. Мне нравится, одобряется. Ну, в принципе, больше ничего сказать нельзя. Кстати, пользуясь случаем, хотела напомнить, что ободки вы мои можете найти по ссылке toplink slash blush supreme. Выбирайте свой, в галерее вы найдете актуальные модели, которые сейчас можно заказать. Выбирайте свой идеальный royal ободок. Как видите, он вообще на любую прическу подходит, выглядит замечательно. Ну, это такая королевская фишечка, если вы понимаете, о чем мы едем дальше. Еще, опять же, из этой книги Valentin Lowe выплыла очень интересная история. Давайте расскажу. Опять возвращаемся туда, в 19-й год, уже не 18-й, когда Меган и Гарри давали интервью ITV, когда они были в Африке, когда вот эта закусная губа, никто с нами не дрожит и так далее. До выхода этого интервью Уильям хотел встретиться с принцем Гарри. Он написал ему в WhatsApp, что, мол, давай встретимся, пообщаемся, обсудим. Сначала он ответил, что да, давай, хорошо, не проблема. Потом резко он спрашивает, а кто знает о том, что ты приедешь ко мне пообщаться? Он говорит, ну, слушай, мне надо очистить свое расписание, так что знают мои ассистенты, кто-то вот в моем офисе, потому что, ну, внезапно я не могу слинять. Нет, тогда не приезжай. Он ему написал, don't come. Не приезжай. Потому что я боюсь, что кто-то сольет в прессе информацию, что ты ко мне приехал. Но, с другой стороны, ну и что? Брат приехал к брату, ну, слили информацию в прессу, ну, приехал чаю попить, я не знаю, пивка с рыбкой. Ну, как бы что? Какие варианты? Ну, вот так. Это называется паранойя. Это называется, товарищ, ты вот ментальное здоровье, конечно, лечишь, но по ходу другое что-то калечишь, потому что объективно, что это какая-то, ну, реально паранойя в стиле Дианы, когда она там боялась выйти туда-сюда, хотя имела свои контакты в прессе, и очень даже с прессой общалась неплохо. У нее были прикормленные папарацци, которые за ней следили, в принципе, как у всех. Так что, ну, так что такая-то история. И Уильям, наверное, такой, фига, блин, ты чё? Что вообще происходит? Где мой брат? Верните мне ее, пожалуйста. Вот так вот. Также на этой неделе таблоиды все обсуждают, эмуссируют все то, что мы с вами уже обсудили, что Гарри, ну, время против него, потому что, когда выйдут его мемуары, это будет сокрушительно для плана Сасекских, это будет сокрушительно для пиар-компаний Сасекских, и все то, что они пытаются сейчас строить, будет разрушено, потому что, слушай, что написано пером, не вырубишь топором, и что просмотрено юристами уже, извини, Гарри, вычленить нельзя. Но посмотрим, сломает он их или нет. Я что-то думаю, что нет. А Мэган, мне кажется, сидит и чуть-чуть помалкивает, потому что черный пиар, это, извините, тоже прекрасный пиар. Дальше появилась информация от Блумберг, что коронация Чарльза пройдет 3 июня 2023 года. Потом дворец это опроверг и сказал, что на самом деле сейчас дата неизвестна, мы еще не подтвердили никакую дату. Но я думаю, что если в итоге дворец объявит 3 июня, никто не удивится, потому что коронация королевы Елизаветы прошла 2 июня, и поэтому я думаю, что дворец ищет даты где-то в это вот время, чтобы реверанс в сторону королевы был, ну и чтобы суббота была тоже. Первая суббота лета, это, наверное, прекрасно. Но пока это неофициальная информация, но я думаю, из ниоткуда в Блумберге не появляется такая информация. Значит, так или иначе, это дата в топе. Так что на 3 июня ничего не планируем. Ну и закончить сегодняшнее видео я хочу таким романтическим моментом. Мы с вами поговорили, что Уильям, ну как будто бы холоден Кейт, а Кейт пытается показать, что я жена, я еще есть, я вот к Уильяму, вот мое кольцо и так далее. Тоже, понимаете, она же показывала кольцо не потому, что посмотрите, какое она красивая. Это, возможно, неосознанный такой шаг. То есть для того, чтобы показать вот так кольцо, надо кисть вывернуть. То есть ты просто поворачиваешься, как тебе тело подсказывает, и ты вот вывернула вот так кисть. Посмотрите на кисть Камилы, она же спокойно висит. И если кисть висит в спокойном состоянии, то кольцо не видно. Соответственно, надо кисть прям вывернуть. Возможно, это было неосознанно, но не суть. Мы поговорили, да, про холодность, сейчас поговорим про приятный момент, давайте все-таки стараться ролики заканчивать на чем-то приятном. В общем, помним, да, когда Уильям и Кейт посещали Уэльс, как принц и принцесса Уэльски, там около замка Кардив они пообщались с толпой, пофотографировали, сделали селфи, на который бан теперь не бан, и кто-то ей сказал, что она будет замечательной, прекрасной принцессой Уэльской, на что она ответила. Это очень мило с твоей стороны, я в очень хороших руках, и посмотрела на Уильяма. Ну вот как бы она уже не первый раз это подчеркивает, когда общается с публикой, что, ну, я в хороших руках, есть о ком позаботиться. Это приятно слышать, и я очень надеюсь, что это все искренне, это не просто для того, чтобы потом таблоиды об этом написали, потому что по-хорошему, когда ты общаешься с толпой, это, в принципе, все, ну, естественно. Ты не думаешь, что ты там продумываешь каждый свой ответ, каждый шаг, и не предполагаешь, что именно этот ответ попадет в таблоиды. Но я очень рада, что мы это услышали, я очень рада, что это произошло, потому что, ну, блин, любо-дорого. Я очень надеюсь, что на самом деле все у них нормально, ну, как в любой паре с тремя детьми, ну, елки-палки, всегда бывают какие-то шероховатости, всегда бывают периоды какие-то, знаете, то вверх, то вниз. Но самое главное, оставаться рядом, оставаться с близкими и понимать, что ты будущая королева консорта, наверное, так. Ну, ладно, это уже такой мой саркастический юморок, мы Кейт любим, обожаем, и надеемся, что все замечательно, да уверена, что все хорошо. Ну, ладно, на сегодня я буду заканчивать, спасибо большое, что были сегодня со мной, увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok